Встреча с Украиной Просто стреляли по жилым домам, без какой-либо... Не то, что здесь кто-то там находился, какие-то военные. Они просто расстреливали город. Это я видела своими глазами. Это что-то ужасное. Лежала на диване. Как даст с одной стороны. Прямо дома так вот ходит. Пристройка к временке кухни, сыпется, весь потолок сыпется. Кто это стрелял? Ну кто стрелял? Бендеровцы кто? Бендеры. Фашисты отдыхают по сравнению с ними. Встреча с Украиной Говорит, одевайте белые повязки, пойдете впереди живым щитом. Ну они специально между больницами, между корпусами вставали. То мины поставят, начинают стрелять. То танки поставят, начинают стрелять. Вот именно вот там. Стояли по круговой, стреляли в школы, в здания, именно танки, минометы. То есть я сама видела тот танк, который разрушил мою квартиру, оставил меня даже без документов. Это украинцы, да? Да. И они конкретно, украинцы, конкретно стали обстреливать дорогу. Вот это люди идут с водой. Шел с сыном за водой. Ему просто прилетели пули. Убило его и сына. Просто человек шел без оружия, без ничего. Просто шел за водой. Кто стрелял? Ну там были только украинцы. Русских там не было. Я взял 19-летровый бутыль и примерно в полдвенадцатого отправился за водой. Там получил ранение. Прилетела, не знаю, мина, не мина. Какой-то взрыв был. Был удар со стороны Азовсталия. Скажите, когда сюда украинские военные пришли, что они сделали? Они пришли 6-го часа, взломали двери, людей всех выкинули из подъезда. Все двери поломали. Вот. И повесили внутри гранату и нас туда не пускали. Батальон Азов, батальон Донбасс, охранников под автоматы. Говорят, показывали вещи мужские, теплые, спортивные вещи. Ну и охранник показывал, они вскрывали, ломали все. Забрали все вещи, ну все вывезли, все что дорогое. А остальное спалили, рынок спалили. И там в колонну выстроили мужчин, женщин. И начали издеваться просто. 16-летнему хлопцу обрезали и уши. Просто так. Затащили туда, в эту школу. И раскаленной трубой просто замучили, запалили парня до смерти. Как фашисты обращались к нам. Это мыслимо. Месяц в подвале не выпускали. Мы пили воду с батареи, с болеров, ели кашу, овсяную запивали этой водой. Можно это так? Так фашисты не поступают. У нас не было ни интернета, ни связи. То есть, ну вот, мы жили в своем маленьком мирке, вот 80 этих человек. То есть, мы не понимали, что происходит за стенами бункера, за территорией завода. Всю информацию мы могли только получать от военных, которые находились в комбинате. Смотрите, мы как бы о наличии коридоров изначально и не знали. Мы просили их рассказывать нам, говорить о том, что есть подтвержденные какие-то затиши, перемирия. Да, слышали, что вроде бы открылись гуманитарные коридоры, но украинские ребята, короче, солдаты нас просто не пускали.